В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. В несколько раз дороже. На основании каких показателей управляющие компании делают перерасчет? Очень заразная болезнь. Грозит ли Сарову эпидемия кори? Спасибо за ваш труд. Работу специалистов ИКара оценили на областном уровне. Далее расскажем обо всем подробно. Дополнительные расходы в 2-3 или 5 тысяч рублей в этом месяце многим саровчанам пришлось вписывать в свой бюджет. Причина перерасчет платежей за общедомовые нужды. На основании чего управляющие компании меняют цифры в платежках? По какому методу? С таким вопросами обеспокоенные горожане обратились в рубрику «Городской дозор». В ситуации разбиралась Анна Пилипец. Апрель стал для многих месяцем сюрпризов. Одним пришли платежки за коммунальные услуги меньше обычного. У других, наоборот, увеличились на несколько тысяч рублей. Ирине в этой ЖКХ-лотерее не повезло. Ее платеж за комуслуги вырос в два раза. В управляющей компании девушки пояснили, что такой плюс в платежке обусловлен тем, что другие жильцы дома используют магниты на счетчиках, либо в квартирах без счетчиков ресурсами пользуется больше человек, чем прописано. Так экономия соседей больно ударит по ее кошельку. Мне непонятно, почему я оплачиваю каждый месяц свое личное потребление своей семьи, сейчас должна заплатить за соседа. Вот у меня маленький ребенок, ей пять с половиной лет. Мне хочется спросить, мне что ей не купить на эту сумму? Шоколадки, продукты, одежду или еще что-то. То есть я должна сейчас у своей семьи забрать пять с половиной тысяч еще, чтобы заплатить за таких нерадивых товарищей. Повышение стоимости комуслуг связано с перерасчетом за общедомовые нужды, горячую и холодную воду, водоотведение, электричество и отопление. Раньше это бремя ложилось на плечи управляющих компаний. В сентябре прошлого года ввели принцип обязательной оплаты жителями многоквартирных домов всего объема коммунального ресурса, использованного на общедомовые нужды. Долги неплатильщиков к этой процедуре не относятся и на перерасчете не сказываются. В силу изменений в акты правительства, которые регулируют порядок начисления платы с держанием общего имущества, внесены изменения, согласно которым в первом квартале 2023 года всем собственникам, помещениям и квартирных домах произведена корректировка. То есть это разница между показаниями общественного прибора учета, если они есть, и начислением платы в течение всего 2022 года. Разница и есть перерасчет размер платы. Механизм перерасчета многим сыровчанам не ясен, а потому и разобраться, обоснованно ли подняли плату в конкретном доме им сложно. Лариса Сергеевна уже несколько лет пытается добиться, чтобы в ее доме появилась горячая вода. Температура воды из-под крана максимально достигает 48 градусов по утрам. Днем она и вовсе еле теплая. Но платить за теплую воду приходится по расценкам горячей. В основном горячая вода, больше 4000. У нас в доме живут одни пенсионеры, практически инвалиды. Семей практически нет. Я в течение года, даже не года, а в течение нескольких лет звоню в ЖКХ и говорю, что у нас нет горячей воды. Льется теплое. И никто не хочет принимать по этому меры. Я думаю, что надо администрации и вообще ЖКХ с нами работать. Те горожане, кто отчаялся решить проблему в городе, обращаются за помощью в регион. В горжелинспекцию уже поступают обращения от сыровчан. По каждому организация проводит проверку. По обращениям жителей, которые поступили в настоящее время в адрес горжелинспекции о завышенных начислений платы у горжелинспекции, проводится проверка. По итогу проверок, если будут выявлены нарушения, горжелинспекция будет предпринимать меры реагирования. В центре ЖКХ нашей съемочной группе ситуацию никак не прокомментировали. Анна Пилипец, Константин Островский, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Первый случай кори у взрослого человека зарегистрировали в Нижегородской области. Вирус обнаружили у 43-летней женщины, прилетевшей из Еревана. Сейчас специалисты проводят необходимые противоэпидемические мероприятия с людьми, которые контактировали с больной. Напомним, с начала года медики отмечают вспышки кори в разных регионах страны. Грозит ли это болезнь Сарову, выясняла наша съемочная группа. В 2021 году зарегистрировали всего один случай заболевания кори во всей России. В 2022 число зараженных приблизилось к 100. В Сарове последний случай этого вируса был 24 года назад. Корь – острое инфекционное заболевание, которым болеют и дети, и взрослые. Болезнь передается воздушно-капельным путем и опасно развитием осложнений органов дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта. В Нижнем Новгороде первый случай заболевания кори зарегистрировали у женщины, которая прилетела из Еревана. Активное распространение вируса вызвано тем, что на территорию Российской Федерации начали приезжать мигранты. При коре здесь расстояние, когда человек может контактно изразиться от больного, увеличивается до 5-8 метров. То есть это концентрация в выдыхаемом воздухе, так как это воздушно-капельная инфекция при разговоре, при чихаре. При кашле поделяется вирус во внешнюю среду и может проникать через дыхательные пути. В инкубационном периоде корь определить сложно. На катральной стадии появляется температура, кашель, недомогание. Но и в этом случае корь очень похожа на обычную простуду. Характерные для кори высыпания пятна появляются сначала на слизистой полости рта. На третьей-четвертой сутки сыпь распространяется по телу человека. Сначала поражаются кожа лица и шеи. Потом пятна переходят на тело и конечности. Также инфекция может передаться от беременной мамы к малышу внутриутробным путем. Специфическое лечение кори не существует. Существует симптоматическое лечение, когда облегчает состояние здоровья. Основная профилактика – это обязательно, конечно, вакцинация. Вакцинация, согласно национальному календарю профилактических прививок, это у деток, начиная с 12 месяцев, ревакцинация в 6 лет. И они считаются защищены. Значит, после заболевания, пожизненный иммунитет, повторно в случае заболевания, кори не встречается. Если известно, что здоровый человек контактировал с больным корью, то необходимо сделать вакцинацию в первые 72 часа. Она обеспечит легкое течение болезни. По словам специалиста, в Сарове высокая иммунная защита против кори – до 95%. Но некоторые группы детей не привиты против инфекции, поэтому находятся в группе риска. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей Саров, 24. 12 апреля в Маяковке отметят День космонавтики. Принять участие в акции «Большое космическое путешествие», проверить свою эрудицию и сделать снимок на память в космической фотозоне можно с 13 до 19 часов без возрастных ограничений. Другая важная информация в подборке о коротких новостей. Хакеры придумали новую схему мошенничества для кражи денег у россиян. Вместо фишинговых письм они начали покупать контекстную рекламу с целью распространения вредоносного программного обеспечения. Злоумышленники пытаются продвинуть в выдаче поисковиков якобы полезные ресурсы для бухгалтеров, добавляя на страницы специальные ключевые слова. Фейковый сайт имитирует полезные ресурсы, где можно загрузить, например, шаблон документов. Жертвы скачивают документ, причем не с самого сайта, а с файлообменника популярных мессенджеров. В результате на компьютер пользователи автоматически загружается вредоносное программное обеспечение, которое устанавливает районскую программу и выводит средства со счетов компании. На наступившей неделе в Нижегородской области будет достаточно приятная погода, тепло и без осадков. К концу недели на Пасху чуть похолодает, но дождей не ожидается. Самым теплым днем станет четверг, тогда воздух прогреется до плюс 17, а самыми холодными днями, по прогнозам Гесметио, будут пятница и суббота. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 8, и ночь опустится до минус 2. Как считают синоптики, апрель в этом году будет теплее предыдущего, в среднем на 17%. Среднемесячная многолетняя норма апрельской температуры составит плюс 6,1 градуса, а осадков 34 миллиметра. По данным за прошлый год, средняя температура была 5,2 градуса. Художественная галерея продолжает проект оперы в кино. В четверг на большом экране саровчанам покажет Лоин Грина, шедевр Рихарда Вагнера в постановке американского режиссера Ювали Шарона. Спектакль стал настоящей сенсацией Байроидского фестиваля 2018 года. По признанию критиков, постановка обретает задиристое политическое звучание. В партии Лоин Грина Петр Бичала. Анна Хартера задебутирует в партии Эльзы. За пультом маэстро Кристиан Телеман. Особое внимание на сценографию ее автором выступил живой классик сюрреалистической живописи Нео Раух. Вместе с женой Розой Лой, создавшей образ спектакля. Билеты в кассе галереи для лиц 116 лет. Почти полтора миллиона рублей составляет очередной лов мошенников. В этот раз на крючок попалась пенсионерка, которой позвонили и сообщили о доверенности, выданной от ее имени. Якобы по этой доверенности деньги пожилой женщины хотят снять с ее счета. Поддавшись уговорам, Саровчанка сняла средства со вклада и перевела их на указанные мошенниками реквизиты. Это случай обмана, не единственный, который произошел на минувшей неделе. За прошлую неделю мошенники обыкатили за счет Саровчан более чем на 1 миллион 800 тысяч рублей. На сотовый телефон женщины позвонил злоумышленник и сообщил, что на ее имя оформлен кредит. Звонивший пояснил, что для того, чтобы аннулировать кредит, необходимо его обналичить через терминал и перевести на указанные реквизиты. Таким образом, мошенники похитили у женщины 340 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Еще одну Саровчанку телефонные преступники ввели в заблуждении информацией про безопасные счета. И в руки мошенников женщина перевела около полутора миллионов рублей. Сотрудники полиции призывают граждан к бдительности и напоминают о необходимости соблюдения мер имущественной безопасности при совершении операции с банковскими картами. Для того, чтобы не стать жертвой обманщиков и защитить свои деньги, помните, что сотрудники правоохранительных органов и других ведомств никакие вопросы по телефону не обсуждают, в том числе вопросы финансового характера, а пригласят вас для беседы лично. Саровчанка, проживающая в доме по улице Радищева, заявила о том, что из ее квартиры пропали деньги в сумме 35 тысяч рублей. А в кармане мужчины 1990 года рождения сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили ствердок с веществом растительного происхождения. По всем случаям проводят проверку. 5 апреля 2023 года зарегистрировал рапорт участково-полномочной полиции о том, что 23 февраля 2023 года около 23 часов вечера не установлено лицо, находясь в квартире дома по проспекту Октябрьский. В ходе конфликта умышленно нанесло один удар стеклянной бутылкой в области головы Саровчанина 1978 года рождения, причинив ему телесные повреждения в виде ушибленной раны правой лобной области. На дорогах города на прошлой неделе произошло одно ДТП с пострадавшим. У дома номер 2 по улице Садовой водитель Сузуки при повороте налево вне перекрестка не уступил проезжую часть автомашине ВАЗ-21043, которая ехала прямо во встречном направлении. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир ВАЗа, которые не были пристегнуты ремнями безопасности. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Работу специалистов ИКАРа оценили на областном уровне. За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие физической культуры и спорта, министр спорта Нижегородской области Александр Кононов вручил благодарности методисту Саровской спортивной школы, Светлане Родиной, тренером Максиму Самойлову и Валерию Трубину. В 44 года своей жизни Валерий Трубин занимается борьбой. Начал в детстве, потом решил связать свою профессиональную деятельность с этим видом спорта и стал тренером. В 2000 году Валерий Викторович перебрался в Саров и вместе с Виталием Михайловым начал работать с юными саровскими чемпионами. На ИКАРе он полноценно тренирует с 2019 года. На счету Валерия Трубина четыре кандидата в мастера спорта и несколько десятков перворазрядников, призера первенства России и всероссийских соревнований. Эта деятельность как таковая меня еще с давних времен привлекала, поэтому с детьми мы как-то находим общий язык. И детьми самое тяжелое, когда детей выпускаешь уже 5-6 лет, в которые дети начинают показывать хорошие результаты, приходится с ними расставаться, так как уходят в высшие учебные заведения, заканчивают школу. Тренер по полевой стрельбе Максим Самойлов в детстве занимался у Лидии Мелиховой. После срочной службы молодой человек принял пост у своего тренера, которая ушла тогда на заслуженный отдых. С 1995 года он работает на ИКАРе. Как говорит Максим, больше всего ему нравится именно работать с детьми. Он видит, как они из маленьких мальчиков и девочек, которые еле-еле могут держать винтовку, становятся победителями крупных соревнований. Сейчас у него 20 воспитанников от 11 до 18 лет. Недавно часть из них стали призерами мер региональных соревнований в Казани. Сейчас спортсмены готовятся к первенству России и республиканским соревнованиям. Самое главное – это уметь владеть собой. Уметь владеть собой, своими эмоциями, уметь побеждать себя, свой страх, свою лень, свою нерешительность. Дети приходят разные. А вот такие качества мы стараемся в них воспитать. Объясняем, рассказываем, что это самое главное. За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие физической культуры и спорта, а также видов спорта, пулевая стрельба и рукопашный бой, министр спорта Нижегородской области вручил благодарности тренерам Максиму Самойлову и Валерию Трубину. Также награду получила медодист и кара Светлана Родина. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей СОРОВ-24. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские передачи. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА